Привет, дорогой зритель! Спасибо, что ты смотришь мой канал. Еще большее спасибо, если ты подписался, либо подпишешься на него. Проект этот, как вы знаете, посвящен различным фильмам, о которых я рассказываю, которые я посмотрел. Это могут быть и новинки кино, и какие-то старые фильмы. В общем, те фильмы, которые меня заинтересовали, и о которых я решил с вами поговорить. Поделиться своим мнением, ну и услышать ваше. Значит, фильм, о котором мы сегодня будем говорить, называется «Замерзшее из Майами». Фильм, в общем-то, известный. Фильм 2000-х годов, 2009-го, по-моему, года. Значит, производство — это Соединенные Штаты Америки, Канада. Действие фильма разворачивается в северном штате Миннесота, несмотря на то, что название «Замерзшее из Майами» — Миннесота. Это северный штат. Он находится на границе с Канадой. Насколько я знаю, в Соединенных Штатах существуют неофициальные названия каждого штата. Так вот, штат Миннесота, его в простонародье называют штат Сусликов или штат Северной Звезды. Там достаточно суровый климат. Ну, суровый. Не по российским меркам суровый. Не такой, как в Якутии, чтобы вы понимали, или где-то в каких-то других районах Тюменской области, скажем. Суровый — это на уровне Московской области, на уровне, я не знаю, Костромской, Тверской и так далее областей. Значит, главные актеры, давайте скажем так, потому что у нас есть традиции, я вначале обозначаю все. Актеры — это Рене Зельвегер и Гарри Конник. Режиссер фильма — Йонас Элнер. Можно было еще сказать про режиссера, но опущен. Значит, суть картины заключается в следующем. Несколько сюжетных линий. Несколько сюжетных линий. Основная из них, ну, назовем ее так в кавычках «экономическая», что молодая, успешная, преуспевающая блондинка на каблучках, скажем так, является крупным менеджером, я не знаю, топ-менеджером компании. Эта компания отправляет ее из Южного Штата, Соединенных Штатов, из штата Майами, отправляет ее на север, вот в этот северный штат Миннесота, для того, чтобы она провела, экономическим языком выражаясь, реорганизацию предприятия с целью повышения его эффективности, производительности, ну и так далее, и так далее. А по-простому, по-русски говоря, значит, молодая, красивая барышня приезжает в северные широты для того, чтобы половину сотрудников предприятия уволить, поставить новое японское оборудование, они сами об этом там открыты, в общем, говорится, вот эти новые японские станки, производительность, соответственно, повысится, ручной труд уменьшается, и, в общем-то, люди остаются за бортом, на этом ее роль заканчивается миссией, она уезжает дальше отдыхать в Майами, проводить весело, значит, в пивнушках свое время. Вот, это первая линия сюжетной картины. Вторая сюжетная линия картины, которую я бы обозначил, это любовная, как вы понимаете, как обычно в таких делах. Ну, суть заключается в том, что когда она прибывает вот в этот северный штат, в маленький городок, численность населения которого составляет, если я не ошибаюсь, 13 575 человек, что-то такое. Ну, в общем, в районе 14 тысяч. Вы можете представить, что это очень небольшой населенный пункт, как у нас говорят, ПГТ или маленький городок, в общем-то, и, скорее всего, вот это предприятие, я, кстати, не сказал, какое, оно по производству, ну, грубо говоря, каких-то батончиков, они называют, шоколадных конфет там, или, в общем-то, продуктов питания каких-то. Вот. Она попадает туда, и она, в общем-то, влюбляется, и она влюбляется, и, в общем-то, в нее влюбляется. Вот. Хотя первоначально встреча с местными жителями не сулила ничего хорошего, но они же понимают, для чего она, в общем-то, приехала, зачем, с какой целью. Вот. И чем это грозит в дальнейшем, и им самим, и их семьям там, и так далее. Поэтому прием был достаточно не сладкий, но все, в общем-то, в таких комедийных, в комедийных тонах таких, и красках, в общем-то, и интересно, и смешно, и забавно. Но вторая линия любовная. И третья линия, которую я бы обозначил, образом, условно говоря, опять же, это философская линия. Такая, она очень глубоко проходит. Неопытный зритель, мало вероятно, что ее увидит вообще. Суть ее заключается в том, что, значит, нашу героиню сравнивают с неким пророком, скажем так. Ее миссию сравнивают с какой-то библейской миссией, с продолжением действий Христа. Там, значит, есть такая героиня, которая очень набожная, она, в общем-то, верит в Бога, там постоянно упоминается имя Иисуса Христа, и там так далее, и так далее. То есть, по большому счету, если не скрывать, я опять же повторюсь, то, что она делает, оно очень значимо для самих вот этих работников предприятия, и для семей их, и для существования самого города. Они же понимают, хоть это и комедия, хоть все так и обставлено, что часть предприятия закрылась, людей уволили половину, значит, город начинает загибаться, он начинает чахнуть, и так далее, и так далее. Все уменьшается, сокращается, и, в общем-то. Вот. И поэтому, вот какая-то такая пророческая миссия ее, можно даже сравнить с миссией, подобной Христу. Но это, опять же, очень глубоко, на более глубинном уровне понимания этой картины. А в целом, как я уже сказал, жанр можно обозначить как легкая комедия, приятная для просмотра любых возрастов, очень веселая она, отчасти, опять же, легкая, с американским юмором, который, ну, чтобы понять, в большей степени надо изучить немножко какие-то вещи, связанные с историей, с географией, и вообще с нравами Соединенных Штатов, вот, и определенных областей Соединенных Штатов. Ну, в общем-то, она будет приятна для просмотра российских, украинских, там, я не знаю, любых зрителей. В общем-то, наверное, даже если ее перевести на другие языки, вот, в частности, я на русском уже смотрел, то она будет понятна и в Латинской Америке, где-то, в Китае, и еще где-то, в общем-то. Все достаточно понятно, весело. Вот. Очень рекомендую вам для просмотра этот фильм. Лучше его смотреть, конечно, в вечернее время, лучше смотреть его в коллективе, чтобы было приятно и какими-то впечатлениями делиться. Как знаете, сидишь в кинотеатре, кто-то жует попкорн и комментирует. Вот. Оно отчасти, может быть, иногда неприятно, а иногда очень даже и весело, если комментарии такие уместные, скажем так. Вот. О чем бы еще хотелось сказать? Игра актеров в целом достаточно хорошая, акцент режиссер делает на природе, а северная природа, снег, там, так далее, так далее. А, момент, самый такой, ключевой-то, о котором я сказал, что действие в Миннесоте, она сама с Майами. Почему же все-таки называется картина «Замерзшая из Майами»? Там, в результате всех вот этих трений, вы сами понимаете, что вот она приехала закрывать предприятие и, как я сказал, ее и приняли не очень благожелательно и так далее, она с множеством проблем столкнулась. Ну, в общем-то, она ехала на машине, барышня такая уверенная, ее занесло, она попадает в аварию, в сугроб, и, в общем-то, не может ни дверь открыть, ни туда, ни сюда выйти, в общем-то, и так как там города расположены один от другого на большом расстоянии, телефон сотовый не работает, ей, в общем-то, никто не может оказать помощь, вот, она остается закрытая, в замкнутом пространстве автомобиля, без помощи, без связи, без всего, начинает замерзать, потому что топливо у нее закачивается, но вы не подумайте, это все так снято, в общем-то, весело, в комедийном, как я повторюсь, жанре, вот, она берет, снимает свое нижнее белье, оно у нее ярко-красного цвета, вывешивает его как флаг, там, через окно, в общем-то, на антенну вывешивает, чтобы могли, чтобы обозначить свое присутствие, что ли, чтобы обозначить, что здесь есть какой-то человек, хотя ее занесенную машину с дороги ее видно, в общем-то, и вот, в общем-то, тот человек, которого в процессе, она влюбится в процессе фильма, который главный герой вот этой второй сюжетной линии любовной, его зовут Тед, а так его, мистер Митчелл, по-моему, да, так, мистер Митчелл, а так его называют, Тед, и вот это главная героиня наша, он ее спасает, главную героиню, Люси, Люси Хилл, вот, он ее спасает, в общем-то, из этой, из этой трудной ситуации, вытаскивает, потом вытаскивает машину ее, в общем-то, она там напилась, но очень смешно, смешно так посмотреть, интересно, забавно, очень вам рекомендую, если брать оценку фильма, я, как правило, всегда даю оценку, ну, это, скажем так, твердая семерка, по десятибальной шкале, вот, твердая семерка, неплохо, там, есть какие-то, конечно, моменты такие, в общем-то, искусственные, натянутые немножко, мне показалась лишняя игра каких-то второстепенных актеров, но в целом, достаточно хорошо, вот, в итоге, в общем-то, как это обычно бывает, в таких вот, в картинах такого плана, наша главная героиня, она находит выход из этой сложнейшей ситуации, вот, в плане экономики, она находит выход, и более того, вот, чем ценны американские картины, и чего не хватает в наших картинах, и вообще в нашем обществе, вообще она отсутствует, на мой взгляд, она убеждает всех остальных, убеждает в том, что именно надо пойти таким путем, принять вот такое решение, и оно единственное верное, с ней соглашаются взрослые, здоровые мужики, и в итоге они побеждают, они налаживают производство, расширяются еще больше, она добивается победы, там, на различных рынках, товары активно продаются, и в итоге она становится директором этого предприятия, и добивается победы на любовном фронте, кстати, надо сказать, вот, о чем еще хотелось сказать, ну, я сказал, что вот, по любовную линию, и вот этот главный герой, Тед, он является главой профсоюза, там еще такой момент есть, значит, в фильме, который явно свидетельствует о том, что профсоюзы в Соединенных Штатах Америки являются сильной структурой, которая не на словах, не на бумажке, не под подпись, а реально защищают права трудящихся, и являются реальной действующей силой, которая может повлиять и на администрацию предприятий, и на руководство каких-то власть штата, и на производственный процесс в целом, назовем так, вот, так что, в общем-то, смотрите, смотрите внимательно, смейтесь, вот, но мотайте на ус, как вот все устроено, какие взаимоотношения, как они умеют отдыхать, как они умеют бороться за свои права, и как они поступают в тяжелых, пожалуй, безвыходных, тупиковых ситуациях, которых вот, в России их тысячи таких, если не миллионы ситуаций было, и как они вот выходили из этих ситуаций. Не забудьте подписаться на канал, оставить ваши комментарии, ждите моих новых репортажей, о новых киноновинках. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok